Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем проходить пролог в Total War, Рим 2, и у нас следующее задание, следующая наша цель, это Буксент, где Буксент у нас, Буксент, захватить это поселение, ага, вот Буксент, и на него нам посоветовали напасть с моря как раз. Сейчас попробуем, и Бовиан, Бовиан здесь поближе, я правда не знаю, смогу ли я пройти, ну давайте попробуем, смогу ли я пройти, как бы нам так попробовать, стоп, 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 хорошо. Мы так глянули, в общем, сюда мы не пройдем, потому что здесь все якобы перекрыто горами, да, хотя по идее здесь можно было бы пройти вроде как, но видимо нельзя. Окей, не проблема. Главное, что все города у нас в безопасности, давайте посмотрим, что мы можем, может быть, улучшить здесь, да, допустим, на сколько у нас 3000 деньжат, и 1400 мы получаем вход. Так, легкий патруль, гавань, боевой в смысле патруль, почему я прочитал легкий, я даже не знаю, рыбный порт, береговой патруль, доход от производства 40, доход от морских торговых построек 10%, штурмовая берема, гемиолана летчик. Так, ну давайте, наверное, таки мы построим здесь вот это, в Капуе, в Капуе, в Капуе, в Капуе, а я забыл уже, как там правильное ударение. Да, у нас, естественно, денег уже ни на что не хватает, естественно, можно, правда, расширить, это бесплатно, да. А, мы тратим одну единицу населения и общественный, так, нет, все вроде правильно, мы тратим одну единицу населения какую-то, да, где у нас единица населения, посмотреть, так, так, подробности. Странно, непонятно, что мы тратим, может, мы ничего не тратим вовсе, за пустырь. Давайте попробуем расширить, так, расширить город. И, где он расширился? Вот, теперь четыре, требуется прирост населения четыре, а, просто это прирост необходимый, хорошо, пусть будет. Это у нас второй полководец, да. Мы можем его поднять, какой-то навык, так, особенности. Авторитет минус один, харизма минус один, хитрость, рвение плюс два, авторитет минус два и рвение плюс один. Что-то он совсем какой-то не авторитетный товарищ. Так, щитоносец. Можно убрать щитоносца, но, естественно, мы не будем убирать щитоносца, это хорошо. Так, рвение, авторитет. Ну, хорошо, давайте тогда мы будем брать ему рвение, раз у него всё идёт на плюс к рвению и... Так, 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 и к хитрости, да, харизма. Где посмотреть, сколько у него всего рвения, вот здесь. Авторитет пять, хитрость и рвение десять. Урон в ближнем бою у отряда полководца. В дальнем у отряда полководца открывает боевой клич. Открывает второе дыхание. Время перезарядки всех специальных умений минус десять. Размер зоны влияния полководца минус пятьдесят. Это за то, что низкий авторитет. То есть, чем выше авторитет, тем больше зона его влияния, его боевых этих кличей, которые подбадривают его. Так, хорошо. Тут мы тоже никуда не пройдём, там всё закрыто у нас, да, как я понимаю. Правильно же, правильно. Неизведанные земли. Хорошо. А давайте мы сейчас... Стоп. Торговля финансовая. Нам в любом случае нужно было построить, наверное, корабль. Было бы выгоднее и правильнее. Первым делом. Окей. В Риме мы ничего уже не можем сделать. А здесь можем... Нет, не можем. Ничего тоже не можем. Хорошо, заканчиваем ход. Ох, Солерн. Солерн сейчас подвергнется. Проконсул, вдали от дома, чтобы обеспечить войско, все средства хороши. Содержать армию на вражеской земле очень затратно. Режим налёта. В режиме налёта войско может автономно существовать на вражеской территории. В режиме налёта армия проще содержать вдали от дома, однако она медленнее движется. Чтобы увидеть преимущества и недостатки каждого режима, наведите курсор на его кнопку. Выберите свою армию для просмотра доступных режимов. Да, окей. Нам уже показывали это дело, но пока что я лучше пойду защищать Солерн. Я не знаю, поможет ли это в защите, действительно. Не поможет. Лучше бы я кораблик построил. Так, хорошо, окей. Свежие отряды можно присоединять к армии, только если она находится на подконтрольных вам землях. Наёмников можно набирать в любом месте. По мере развития компании новые люди будут просто необходимы. В отличие от обычных рекордов, наёмников можно покупать во вражеских регионах. Наёмников можно нанять в соответствующем окне. Число наёмников доступных в регионе, конечно, а их типы зависит от культуры этого региона. Наёмников не нужно учить. Кроме того, они присоединятся к вашей армии сразу же после найма. Хорошо. Но это мне не нужно. Я не люблю наёмниками воевать. Как-то совсем. Всё, менюшки вернулись. Можно наконец-то... Собрать войска и собрать флот. Собрать флот я не могу, да? Видимо. Как я это понял? Хорошо. Подождём. Подождём. Посмотрим. Через два хода. По идее, как раз вот через два хода смогу нанимать войска, да? Это у нас что? Наверное, пополнить войска. Так. Ну, я думаю, можно одного отправить, да? Куда-то сюда воевать потихонечку. Пусть он идёт. Войско больше не может двигаться в этот сезон. Вашим людям нужен отдых. На продвижение армии уходят очки действия. Армия не может двигаться в этот ход, если у неё не осталось очков действия. Очки действия восполняются в каждый ход. Так, так, так. Это, по-моему, было уже. Где-то я уже что-то читал, похоже. Давайте, наверное, поэкономим деньги на... Корабли, мне кажется, есть в этом смысл. Хочется что-то построить, конечно же. Хотят два хода. Ну, давайте лучше поэкономим. Подождём два хода. Остались... Да. Ой, так, что-то я где-то пропустил на том, по-моему... Селан, корабли луканцев подняли знамена Рима и готовы помочь нам в штурме Буксента. Не отвергай их, они могут быть исключительно полезны. Я не против. Совсем не против. На земле одна армия не может соединиться с другой, однако может обмениваться с ней отрядами. Войско, перевозимое на транспортных судах, можно защитить военным кораблём. Выберите армию, находящуюся на борту, и щелкните правой клавишей мыши по ближайшему военному кораблю, чтобы тот сопровождал и защищал транспортное судно. Выбранное войско, находящееся в море, может блокировать порт или начать вторжение с моря. Для этого щелкните правой клавишей мыши по зданию порта в поселении. Если порт заблокирован, торговые пути в ведущий город перекрываются. Если жители остаются, щелкните правой клавишей мыши по самому поселению, чтобы приказать войску, находящемуся в море, высадиться на берег и атаковать земли. Если корабли, стоящие в порту, слишком сильны, возможно, стоит атаковать суши. Хорошо. Так, у нас здесь... У меня... Штурмовая... Квадрирема, это, наверное... Таранный удар, таранный удар. Так, откуда корабли эти взялись, я не понимаю. И где об армии... Об армии, то есть это те, кто... Ага, о флоте и... Все, я понял. Наверное, надо нанимать отряды, нанять наемников, нанять отряды. Ээээ... Ээээ... Кимиола-налетчик. Это вот такие же... Нет, да? Такие же? Нет, не такие же. О, налетчик. Хороши для разведки и корабли прикрытия. Даже... Ммм... Можно обучить метать дротики. Понятно. Это с метателями дротиков. Понятно. Неинтересно. Неинтересно. Хочу что-то более серьезное и мощное. Ну, для этого, наверное, надо дождаться постройки порта нормального. А здесь кораблей гораздо-гораздо больше. Я пока что-то, мне кажется, лучше посижу немножечко по караулю, чтобы нанять пару кораблей хотя бы еще. Тем более у нас тут еще отряд сюда идет, да, в Капулю. Дальше мы пойдем. Так, ну и денюжки мы собираем. У нас технологии все уже исследовались. Давайте мы что-то дальше будем изучать. Скорость исследований. Доход из земледелия. Стоимость строительства. Все минус-минус. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ученость. Нанимать сановников первого ранга. Пока сановники мне не нужны, мне кажется. Трудовая повинность. На росте заход плюс один. Стоимость строительства в столицах. Так, хорошо. В принципе. Но осадных транспортов, осадных машин нет. Жалко на кораблей. Апгрейдов нет. Вот есть вот здесь аж. Далеко, далеко. Давайте вот боевой дух всех наземных отрядов. Мне кажется, хорошо. А, или воители. Тоже было бы неплохо. Ну, давайте сначала боевые духа, потом и воителей возьмем. Хорошо. Ждем следующего хода. К нам отправляется. Да, они тут уже развиваются. Тоже, ребята. Время не тратят. Полководец. Полководец. Как бы так посмотреть, сколько у них там кораблей. Так. И у нас через пять ходов можно было бы построить еще одну. Вот. Собрать флот теперь можно наконец-то. Так. Перехватчик. И штурмовая квадрирема. Таранный удар. Это, конечно, круто. Но. Так. Но как-то мне что-то стрёмно такими кораблями воевать пока что. Ну, с таранным ударом надо, надо. А ну-ка, наемники. Штурмовая берема. Тоже, да? Таранный удар. Берем. Не суть. Давайте возьмем. Здесь штурмовая берема такая же. О, с греческим огнем. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Сейчас мы будем греческим. Он, наверное, недалеко, да? Наверное, недалеко бросают этот греческий огонь. К сожалению. Ну, давайте возьмем сколько у нас еще на одну хватит. Да? Или на две вот таких вот. Нет, на две. Правильно. На две таких хватит. Ладно. Давайте возьмем так вот. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Так, копейщиков давайте возьмем. Так, еще денег хватает? А, денег-то у нас много. Я не туда смотрю. Я смотрел на деньги за ход. Окей. Так, это уже второй ход пошел. Пока что не надо тогда так далеко заглядывать. Лучше я построю все-таки где-нибудь какой-то апгрейдик. Чтобы больше мы денег получали. Или чтобы наши ребята лучше воевали. Но это нужно... Айлбайска будет здесь нанимать. Так что давайте лучше мы что-нибудь сельскохозяйственное улучшим. Так, хорошо. Поехали. Вот так вот и все. Как раз полностью сиденье у нас закончилось. Давайте этого полководца сюда отправляем потихонечку и заканчиваем ход. У них здесь кораблей сколько, а? Уже. Что-то они строятся быстрее, чем я. Ну что, давайте попробуем. Так, у нас есть быстрое сохранение. Настройки. Управление. Стандартный маркер F5 у нас. Компания. Быстрое сохранение. Ctrl-S. Отлично. Обожаю. Ctrl-S. Игра сохранена. Ну что, поехали. Поехали. Попробуем, попробуем. Мне интересно, что вот эта вот вихрь этот значит вокруг корабля. Перекроем немножечко путь. И посмотрим, чем это все закончится. О! Это плохо. Это очень плохо. Как же хорошо, что я... Давайте, давайте. Обычный режим. Так, режим защитный. Конечно же, меня просто растерзали. Ну, я всегда могу Ctrl-L нажать, быстренько загрузиться. Да, тут я немножечко прогадал. Прогадал. Так. Давайте мы хотя бы в город отправим. Правильно? Здесь перекрывается? Перекрывается. И... В городе мы можем еще нанять... Дополнительные войска. Так. Нанимать войска теперь мы через генерала только можем, да? Нанять отряды. О, так, ребята, улучшенный. Всякие баллисточки у нас уже есть. И скорпиончики. Это хорошо. Давайте мы возьмем отряд Триариев. И... Так. Левисов. Правильно, вы же... Урон снарядами. Да-да-да. Плебес. Нет, это... Это уличный сброд мне не нужен. Я думаю. Так. Ну, корабль... Пойдем. Или мы закончим сначала ход, наверное. Так. Давайте подождем. Посмотрим, что они будут делать. Куда они вообще поплывут? Они идут. Туда-сюда плавают. Окей. Мы... Блин. Денег все меньше и меньше, конечно же. Давайте вот какой-нибудь из этих корабликов может быть затащим. Ну, или, может, если он на нас не нападет, то мы куда-нибудь вот туда сразу отправимся. Посмотрим. Что из этого всего получится. А здесь мы, опять же, собрать войска. Нет, не собрать войска. Нанимаем... Нанимаем кого? Кого? Мы эти посерьезнее, ребята. Но, естественно, они и подороже, и содержать их дороже будет. Римская баллиста. Римский скорпион. И... Большая мобильность. Вот я лучше скорпиончика возьму, наверное. Да? Сколько... Денежек... У-у-у-у. Содержание за ход сотня. Кошмар. Ну... Попробуем, попробуем. Интересно все-таки, скорпион, попробовать. Так, все. Конец хода. Так, остались... Сейчас не исследуется никаких технологий. Это беда. Беда. Давайте мы что-то будем исследовать. Так. Блин, уже хочу сюда куда-то пойти. О, корабельный насос. Скорость исследований... Что там? 100%. Прочность кораблей плюс 20. И урон таранами. Плюс 4. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, чем это все закончится. Да, он пошел на защиту сюда. Смотрите, нормально. Они все быстренько разбежались. И мы можем спокойно теперь напасть на город. Даже просто не напасть, а... Вот так вот взять и захватить. О, нет, тут кто-то еще есть, да? Это у нас... Гарнизон. Гарнизонный флот этого корабля. Ну, мы тут просто... Непобедимы должны быть. Давайте мы сразимся. Проведем этот бой. Посмотрим на... Это очень интересно. Сейчас, может, где-то... В тренировочке мы потеряем. Пока забраться с кораблями с этим. Потеряем какой-то корабль. Если у него... И как будет? Атака... Атака с... Блин, это супер эпично сейчас должно быть. Окей. Так. Начать... Начать атаку. Враги отошли к башне и укрепились там. Придется выбить их оттуда. Отошли к башне. Где башня? Я башни никакой не вижу. Ни башни, ни стены у города. Вообще ничего нет. Здесь мы пройти, по идее, спокойно можем высадиться, да? Тут только не можем. Да, и здесь можно высадиться. Хорошо. Смотрим. Так, а там у нас что? Вот это что за? Маркер такой. А, наверное, подкрепление оттуда будет идти, да? Как я понимаю. Смотрите, вот целые... Корабли набитые просто римлянами. Обалдеть. Так. Вот это, да? С греческим огнем. Вот это вот греческий огонь, да? Что? Ну, сейчас посмотрим. Ладно. Давайте мы... С двух сторон, может быть... Нападем. Или с одной всеми силами ударим. Или, может быть, высадиться, перегруппироваться здесь как-то. Я даже не знаю. Посмотрим сейчас. Давайте. Может быть, на самом деле... Вот как-то отсюда вам поплывем. Окей. Сохраниться во время битвы нельзя. Поэтому будем разбираться уже по ходу. Так. Налегай на весла! На паузу. Давайте посмотрим. Это у них как раз таранные корабли. А, нет. Застрельщиками. Странно. Застрельщиками. Ладно, я пока не в теме, кто тут таранные корабли, кто тут не таранные корабли. Но, в любом случае, давайте высаживаться будем. Высаживаться. Вот так. Давайте мы посмотрим. Стрелять по готовности. Это у нас перехватчик. Так. Штурмовая. С греческим огнем. Давайте вот мы попробуем греческий огонь использовать. Все же. О, там вот наше подкрепление, как я понимаю, да? Ждут своего времени. Вот они. Наконец-то их уже видно. Выплывают потихонечку. Ну, здорово. Тогда мы давайте вот этих, вот этих, вот этих. И вот этих все-таки мы высаживаем. Вот так вот. Поехали. Так. Получилось. Поехали. Говорю. О, теперь, теперь высадились. А вот этих отправим в атаку. Посмотрим, что из этого получится. Я, честно, не знаю. Главное, чтобы вы не столкнулись. Они таки столкнулись. Так. А эти, как я понял, управляются компьютерным игроком. В смысле, компьютерным, компьютером. Компьютерным искусственным интеллектом. Так. Ну и я хочу, хочу греческий огонь увидеть. Давайте же, давайте. Одержать победу на море можно разными способами. Ошеломите врага градом стрел, возьмите его кораблю на абордаж или протараньте их и отправьте их на дно. И где греческий огонь? Что-то я не понял немного. Тех. А, так, 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 так. Гребля нет. Я не понял тогда немножко. Что здесь происходит? Или греческие огонь это вот только спереди, да? И один я там использовал как-то вроде, да? здесь уже их нет. Все? Больше не будет? Что-то... А, этот все уже потерял боевые духы. А, нет, это под моим управлением тоже. Все, кораблики. у нас закончились. Хорошо, подождем. Нажмем сейчас на паузу и высадим оставшийся наш весь всех юнитов высадим с этой стороны, допустим, где-то. Так, тут только трое, три корабля поместятся. Ну, давайте три корабля с конницей отлично сюда зайдут. Вот эти вот трое сюда. А остальные вместе с лучниками я даже не знаю. Сюда уже нельзя. Так, четверо вот сюда влазят даже. Ладно, посмотрим, что там дальше у нас получится. Честно, это первый мой такой бой, да? Я пока что вообще плохо понимаю, что происходит и как вообще все это дело работает. Ну, хорошо, тут у нас это как я понял, да? командующий флотом. Вот это вот армия командующего флота. Ладно, сейчас разберемся. Давайте, информация широкая тройная линия. Ну-ка. Это что-то не широкое и не тройная линия получилось. Вот это так, что-то не хотят они строиться нормально. А, наверное, просто все хотя нету, тут и дальнобойные юниты есть. Непонятно. Непонятно. Ладно. Включаемся. Поехали. Мы получили весть о гибели вражеского полководца. Его убили наши воины. Оставший без предводителя противник впадет в манику. Собственно, вот этим отрядом несчастным мы уже захватим, я думаю, этот город без проблем. Так, что-то тут никто не хочет плыть уже никуда. Давайте, высаживайтесь куда угодно. Вот сюда тут четверо влезет. четверо вот только этих поплыли, да? Давайте этих двоих что-то никто не плывет. Или он все-таки что-то тут синий значок значит, что это грузовое судно, да? Как я понял. Что-то как-то плохо они высаживаются. Так. Ну. так, плывут. Давайте. Вот этих троих вот сюда. О, поплынет конец-то. и этих троих куда-то вот сюда допустим. Не знаю, тут что-то не показано, как они пришвартуются, но ничего, поехали. Пока что этими отрядами на себя спокойно, тихонечко маршируют. давайте сделаем вот так вот. Копейщики копейщики тоже где-нибудь сбоку пусть стоят, а вот эти застрельщики все-таки сзади будут. Вот как-то так. Все, поехали. Сейчас вот здесь вот зайдем. Что-то никак не получается их построить нормально. Ну как? О! Ну вот что-то, что-то типа того, Вот так вот примерно я хотел. Так, давайте увеличим скорость. Все-таки или это новые корабли приплыли? Нет, это не новые, это те же, которые были. Они стоят, не хотят никуда двигаться совсем. так. Здесь, правда, в узеньких вот этих улочках будет сложно, хотя нет, не будет сложно, почему-то будет сложно. Так, нет, нет, я хотел только вот этих двоих выделить. черепахи построились. Поехали. Так, что-то. О! Отлично, все. Вот только черепаху они сбросили. О! Так, отлично, копейщики. Ну все, черепаха. Какая-то стрёмная черепаха, по бокам почему-то боковые щиты не ставят. Ну, хоть передние тоже поставили. И то радует. Все, выдвигаемся. Выдвигаемся. О, тут уже нас поливают. Ну, нам все равно. черепашки все равно, по идее. Так, и давайте мы раз уж тут мы немножечко их отвлекаем, да? У нас застрельщики здесь. И еще вот мечники. Отлично, сейчас мы их тоже. Нет, это не те отряды, которыми я хотел бы идти в атаку. Вот, это уже хорошо. В принципе, можно уже сразу их просто отправлять вот сюда. Пусть спокойно себе идут. Пусть лучше черепаха выстроится, да? И теперь спокойно идут. Так, конница. Конница. Вижу два отряда конниц. Давайте мы их куда-то тоже сюда, допустим. Что это? Конница? Конница. Хорошо. Так, тут уже ребята терпят потеря. Как ни странно. Причем не слабые. Как? Как так? они просто продолжают идти, да? Наверное. Вот это мясорубка здесь, конечно. Хорошо. У врага уже началась паника. Все, 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 хватит, хватит, хватит стрелять, хватит стрелять. не стоит, не стоит. Или давайте может конница как раз вот сюда сейчас с разгоном. Что-то почему нельзя выставить? Хотя нет. Почему конницу нельзя это построить? Может нужно какие-то технологии выучить для того, чтобы можно было... Стоп, это не конница. Алло, ребята, где ваши кони? Кони, видимо, на корабль не попали. Как я понял. Печально. Печально. Я даже не знаю, тогда что делать. Что, ребята, с копьями нормальные. Поехали. гасстаты. А вот этих вот ребят просто паника, все бегут. направим вот этих вот стрелков куда-то вот сюда, допустим, да? Даже, наверное, как раз вот сюда было бы очень хорошо. Отлично. И давайте посмотрим, как будут редеть отряды вот этих вот ребят. это все странно лагает. Рывками такими идет. Так, стоп, что, что, что такое? А, вы пошли вперед. Нет, 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 отступайте, ребята, не надо вперед. Так сильно рваться, это ничего хорошего не приведет. Здесь. Ну, ладно, попробуем пополивать. Может, по нашим сильно не попадет. Будем надеяться. вот так вот эти тут кого-то уже разбили, тут паника пошла полным ходом. Тут да, развлекаются как могут. Со всех сторон атака такая у нас хорошая пошла. Ну, пока что с кораблями не совсем понятно, можно попробовать еще раз и не один раз попробовать высадиться нормально. Посмотрим, как будет выходить. Так. Вот тут как раз бегут ребята. Победа! Друзья, сегодня наславят даже время! Кидайте, кидайте копья. О, хорошо. так, почему я не могу продолжить это? А, мы захватили центр и поэтому битва закончилась, что ли? Ну, ладно. ну, в принципе, мы 8800 человек убили, получают боевой опыт, но и несут потери. Небли 200 с копейками потеряли. Теперь следует решить, что делать с захваченным поселением. Разграбив его, ты повергнешь вуныние местных жителей. Ага, это у нас пополнишь казну Рима. оккупировать, разграбить, разрушить до основания. Нет, мы оккупируем его. И вот остатки войск отступили. А вот это уже интересно. Агенты приносят пользу союзникам, союзным поселениям и войскам. Наносят вред вражеским армиям, поселениям и агентам. Могут свободно передвигаться по карте компании, в том числе по землям противника. Существует три типа агента. Воитель, сановник и соглядатый. Агентов можно набирать в селениях в разделе найма агента. Выберите поселение, чтобы нанять агентов. Ага. В казине недостаточно денег, чтобы нанять агентов. Понятно. Понятно. Как только появятся деньги, наймем обязательно. Обязательно. Так, так, стоп, 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 стоп. Сидите, отдыхайте пока, ребятки. Давайте мы кто-то ранг повысил свой. Ага. За сотенку можно доспехи и оружие улучшить для вот этих вот войск. Так, стоп, 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 это можно не тех воинов я выбрал на самом деле. Вот. Вот улучшение нашего главнокомандующего и мы можем взять авторитет. Открывает воодушевление, открывает сплотить ряды, размер зоны влияния полководца плюс 20%. Давайте мы еще авторитета ему качнем, правильно? Рвение, авторитет, хитрость, рвение, в смысле авторитет. Авторитет, который почему-то не увеличился. Странно. Ну ладно. Или может а вот, теперь увеличился. поэтому это не тут какой-то дядька. Что-то я что-то туда соображаю. Так, это нанять, подробности. Нет, нет, мне нужен подробности об армии. Символ для армии можно выбрать. Общая информация. Вот, 8 теперь стал, да. размер зоны влияния плюс 25, окей. Хорошо. Вот это вот все, что он умеет. Окей. Тогда нам бы теперь как-то вот эту армию, нет, саму армию я бы хотел. Так, в принципе нету ничего, да, что мы можем починить. В принципе ничего не разрушили, потому что у нас не использовались осадные машины, а вот вот армия, наконец-то попал, попал на армию, и как бы вам так сказать, как бы вам так, что сказать, я даже не понимаю. у них наверно просто закончились ходы, что ли. А, вот армия, вот, наконец-то армия, давайте мы ее как-то... Так, ходы закончились просто-напросто. Так, кротона. И мы выполнили, задание, по идее, да, буксент захватили, захватили, и по идее мы должны были получить тысячу, две тысячи монет, две тысячи монет. Может, следующим ходом получим. Поселение захвачено, новая фракция, греческие города. Вы обнаружили новую фракцию, можете вступить с нее в дипломатические отношения. Хорошо, повышение ранга мы повысили. Ранг. Давайте посмотрим дипломатические... Ага, дипломатия у нас как раз закрыта пока что. Хорошо, все, тогда мы заканчиваем ход. Кто-то, по-моему, захотел нас напасть, не показалось? Да. Прибрежное поселение осадек. Захватите буксент. Хорошо, я захвачу обязательно буксент. Солерн. Так. Осадо, ну, штурмовать даже не знаю, есть ли смысл прям так идти на штурм. Во-первых, давайте мы наймем агента, где мы можем, здесь мы можем нанять агента. Угу, они все одинаковые абсолютно и по характеристикам полностью одинаковые. Найм. теперь, агентик. Галлы переметнулись к сомнитам. Так, прошел. Агент. Поехали. или ты в первый ход неактивный, когда они тебя нанимают, да? Неактивный. Странно. Что-то как-то... Мало, ты очень ходишь, что происходит. Что происходит. Контрразведка. Ладно, тогда мы здесь наймем... Стоп, 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 нет, надо выделить генерала, да? У нас есть, вон, скорпиончик. Посидим в осаде пока что, Чего терять? А нанять мы не можем никого, да? Потому что мы в осаде, как я понимаю. Это печально, печально. Но мы можем нанять здесь, допустим, в Капуэ и отправить... Ага, нам нужно брать генералов. Ладно. Вот, 4-4-4-4, хороший генерал. Собрать армию. Нанимаем. Окей, и теперь генерал, генералиссимус. Ну, я сейчас подведу генерала, и эта армия пойдет в атаку на генерала. Хотя, можно его где-то куда-то сюда поставить. Сейчас посмотрим. Давайте, наймем отряды. Нанять наемников не можем, к сожалению. Так, давайте. триарьев возьмем возьмем эвелитов. Так, чтобы сильное уже войско было более-менее серьезных ребят. И, наверное, все-таки возьмем принципов. Все, да, деньги закончились, все закончилось. Хорошо, конец хода. Посмотрим, посмотрим, чем все это закончится. Можно было флотом отправить подкрепление сюда. Силан, мы отправили послов грекам, которые обитают на южном побережье. Хорошо, дипломатик. Если нам удастся с ними сговориться, они станут полезными союзниками в войне против сомнитов. с удовольствием, сомниты. греческие города. Греческие города, взаимоотношения, они порицают неприенятие культуры, общий уровень отношений минус пять, нейтральные. Так, значит, переговоры. Мы цивилизированные люди, так вы можете говорить, как вы хотите, и мы дадим вам честное ответ. фракцию греков, начните с ними переторговое соглашение. Да. Они приели приглашение. дайан айсису за пиво. У нас соглашение. так, все, да? Эм, так, я же уже все сделал, что происходит. Ну, Рим, ну что, и что дальше? Греческие города. Заключите с греками торговый договор. Я заключил с ними торговый договор. Что? Что не так? О, торговая торговля уже идет. Все, все отлично, по идее. Все равно горит, чтобы я заключил с ними торговый договор. Багнутая тренировочка, это второй уже баг. который я нашел первый. Мне не засчитали победу в прошлой или позапрошлой серии, не засчитали победу и выкинули меня вместо того, чтобы выкинуть сюда на эту карту, меня выкинули просто в меню, и причем прогресс не сохранился, и я заново пришлось воевать. Ну, второй вот здесь. Торговля у нас уже идет с греческими городами, а квест висит. Ладно, мы тогда закончим на этой печальной ноте, может быть, после загрузки следующее что-то изменится. Синаджи лайк. Посмотрим, не знаю, тем более, у нас неактивные все иконки. Посмотрим, если что-то, то придется где-то переиграть с прошлого сохранения, с прошлого хода. Ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока, и скоро на самом деле закончится эта тренировочка, у нас еще пару городов захватить осталось, и вот, по-моему, вот этот последний город нам надо захватить будет, и все, все, мы начнем играть в глобальную кампанию, это уже будет гораздо-гораздо интереснее, там у нас не будет никаких вот этих вот тренировочных заданий глючных, и все будет круто. Всем спасибо, всем пока.